Страшные последствия. Накануне в результате столкновения грузового автомобиля МАЗ и легкового Ниссан Альмера на автодороге Миас-Чебаркуль погибла супружеская пара, находящаяся в иномарке. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не пострадал. В легковом автомобиле были зажаты два человека, вот их тела деблокировали. При помощи гидроинструмента, потому что железом прижато хорошо было очень. Деблокировали, передали сотрудникам полиции. Сегодня на месте трагедии от легкового авто осталась груда металла, перевернутый грузовик, поваленные деревья, детские автокресла и игрушки. Все это говорит об ужасной трагедии, случившейся сутки назад. По информации сотрудников ГИБДД, водитель МАЗа проигнорировал знак, запрещающий движение грузового транспорта. На шестом километре автодороги МИАС Чебаркуль водитель автомобиля МАЗ в нарушении требований дорожного знака движения грузовых автомобилей запрещено. В условиях снегопада допустил занос транспортного средства. Выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигающимся в встречном направлении автомобилем Ниссан Альмера. В результате ДТП водитель и пассажирка Ниссан Альмера скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Между тем, на дороге между Чебаркулем и МИАСом на участках, примыкающих к городам, отсутствует электрическое освещение. Хотя ГОСТ требует наличия фонарей как минимум на расстоянии 100 метров до въезда в город. В прошлом году прокурор МИАСа обращался в суд, требуя от областного министерства строительства оборудовать участки опасной дороги фонарями. Требования прокурора были удовлетворены районным судом. Решение суда было обжаловано, однако апелляционная инстанция ставила его в силе. Решение апелляционной инстанции вступает закону силы немедленно, после чего будет выдан исполнительный лист. И для принудительного исполнения направлен в службу судебных приставов. Супруги были неразлучны со школьных времен. Улыбчивые и всегда жизнерадостные. Они дарили любовь своим детям и были примером. Место происшествия до сих пор выглядит мрачно. Угнетающее состояние еще долго не отпускает. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и своих близких. Гузель Шмелькова, Александр Лядов, ОТВ МИАС.